Вы не впервые принимаете участие в конференции наука будущего. В Санкт-Петербурге наверняка вы были, да? Нет, в Санкт-Петербурге не было. Так не получилось. Нет? То есть это ваша первая конференция? Ну вот это, хотя я активно участвую в этих мегагрантовых экспертизах и так далее, и все, но вот в таком, в частичайно полезно. Конечно, это очень важно, полезно, да. Я вчера на вечере выступал и сказал, что в России создана еще одна новая система мегагрантовая с привлечением ученых, в первую очередь наших ученых, которые сейчас за границей работают, и иностранных ученых. Это свежая кровь, это во всем мире это используется. И сейчас это в Россию пришло. Это очень хорошо. Я это поддерживаю. Конечно, мы в России, в отличие, вот тут нужно иметь в виду, всегда говорят, вот денег, денег нет. Увеличение финансирования науки связано с изменением экономического порядка в стране. Вот во всех социальных государствах европейских доли государственного бюджета от ВВП на развитие, то есть на государственный бюджет 50%, у нас 30%. Из этих 30% 10% на развитие образования, здравоохранения, наук и культуры. А в европейских странах 20-25%. Вот изменение порядка, приоритетов, это является следующей актуальнейшей проблемой поддержки развития народа. Вот это еще обществом неосознанно. А в пределах вот этих 10% это правильно. От чего-то отказаться, но зато ввести вот эту грантовую систему с привлечением свежей крови из-за границы. Дополнительного финансирования вот такого грантового, конкурсного, на поддержку начала, на развитие науки. Это чрезвычайно важно. Как вы думаете, почему площадка проведения этой конференции была выбрана именно Казань, Казанский университет? Сказал же Путин, что это вторая столица России, Казань. Ну, вторая или третья, неважно, все равно. Поэтому, конечно, Казань, это вот Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань. Казань, Новосибирск, это естественно, это ведущие города России. Вы бывали здесь в Казани? Все время бываю. У меня здесь ученики работают, друзья и родственники. А именно с научным сообществом Казанского университета что-то вас связывает? Ну, конечно, я здесь являюсь почетным профессором Казанского университета, членом Попечательского совета. Мне все это очень приятно. Как оцениваете те изменения, которые произошли с последних годов в университете? Укрупнение, объединение, это один из путей. Вот нужно, в принципе, это, наверное, правильно. Наверное, правильно. Это вообще реорганизационные меры, результаты нужно смотреть всегда после этого дела. Я глубоко не вникал в необходимость этих реформ, таких вот объединений университетов и так далее. Возвращаясь как раз к вопросу о мегагрантах, вы человек, который знает изнутри ситуацию. Да, я был один из первых, кто был в этой комиссии. Да, и в этой комиссии, и в университете, как вы считаете, в Казанском федеральном есть такие проекты достойные? Конечно, конечно, конечно. Казанский университет один из ведущих университетов отечества нашего. Конечно, есть. Их нужно найти. Они должны обладать оптимизмом, осмелиться написать. Это тоже целое дело, это написать. Вместе с приглашенным ученым. Но есть же и кроме мегагрантовых таких приглашенных, есть и Российский научный фонд, фонд перспективных исследований, РНФ, вот это все попытки, когда денег не хватает, как всегда, везде, но поддержать наиболее вот таких перспективных. Это правильно. Понимаете, сказать, что то ли, вот в этой или в этой, все важно. Важна и медицина, и сельскохозяйственная наука, и биология, и генетика, и физика, и химия. Ну, в Казани это химия, конечно, самая крупная школа химиков. И физика, что тут институт, физико-технический институт, академический есть. И вот институт механики, машиностроения, машиноведения. Все важно. В том-то и дело, что в науке нельзя сказать, что вот эта наука важнее, чем другая. Другое дело, в пределах каждой науки, конечно, нужно наиболее сильных... В каждой науке есть наиболее сильные перспективные такие точки. И вот тут нужна экспертиза. Вот очень важно выбрать то, что даст наибольшую отдачу и перспективу. Перспектив не только для экономики, но даже и для развития науки, для ее популяризации, для повышения ее статуса. Ну и потом она же фундаментальная наука, и это есть источник новых идей в экономе, в производстве. Так что все важно. Татарстан в этом смысле, вот, ну, одна из лучших республик. Лучшая республика, наверное. Татарстан, Башкорстан, это мне близкие. За них мне наиболее, как сказать, и больно бывает, и радостно. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok